Впервые упоминание о Киеве, о котором обычно говорят там за переездом, произошло 520 лет назад. Праздник, посвященный этому микрорайону, прошел в новом парке. Несмотря на капризы природы, он был интересным, познавательным и веселым. Екатерина Клемешева расскажет подробнее. Киево – самая древняя часть Лобни. Первым документом о нем считают духовную грамоту князя Ивана Патрикеева, правнука Дмитрия Донского, написанную им в 90-е годы 15 века. Киево уже в то время было селом. С тех пор прошло 520 лет. Праздник, по случаю юбилея микрорайона, состоялся в новом парке Киева. Вспомните, у кого память есть, там 2-3 года назад, представляете, что здесь был, представлял у нас этот парк. И, в общем-то, без названия его, кто как только называл. Сегодня, так, уже решением Совета депутатов, на основе массового опроса все, пришли все к единому мнению, что самое точное название ему – это Киевский парк. Гостей праздника встречал духовой оркестр. На уютных аллеях нового парка развернулась ярмарка, работали аттракционы. Художница Ольга по собственной инициативе представила выставку старинных фотографий. Очень жаль, что мало сохранилось фотографий именно Киева. Поэтому приходится брать аналогичные, характеризующие костюмы, архитектуру тех времен. И мы пытаемся создать реконструкцию нашего места, нашего поселка. Для детей Ольга провела мастер-класс. Показала, как и чем можно украсить имбирное печенье. Затем предложила детям нарисовать коллективный портрет района. Он нам родной. Это чувство родины. Это неповторимая, конечно, природа. Липовая аллея восстановлена вообще. Художник просто потрясать может только. Конечно, прежде всего это наши горожане, жители, которые придают дух этому месту. Организаторы праздника решили сделать концертную программу историко-познавательной. Ведь, как оказалось, мало кто из подрастающего поколения знает историю родного края. Я знаю, что в наш город слетаются чайки очень часто. А ты что знаешь? Врослые, расскажите детям об истории края. В исполнении актеров театра «Камерная сцена» перед зрителями предстали Иван Патрикеев, братья Борняковы, полковые воеводы Хитрово, граф Салтыков, Орлов, Панин. В разные времена эти люди владели селом, обустраивали его. О богатой и славной истории Киева написано в нескольких книгах. Все они есть в городских библиотеках. В честь праздника сотрудники городских читалин раздавали некоторые экземпляры горожанам. Сегодня мы представляем литературу по краевидению. Для меня воспоминания из детства, связанные с озером, конечно, в первую очередь встает перед глазами то количество чаек несметное, которое с марта месяца уже буквально прилетало, и все берега озера были усеяны этими чайками. На праздник пришли многие жители микрорайона. Они – свидетели современной истории. Я здесь живу уже 5 лет. Мне в Лобни очень нравится, в душе. Сама я из Москвы. Я пенсионерка. Обожаю музыку, хожу на танцы. А я здесь вообще родилась уже 76 лет. Здесь живу. Я на поляне родилась. И в Киеве я здесь с 62-го года. Мы жили в бараке. Ничего здесь не было. В бараке. Вот здесь барак, здесь деревянная стояла. Это церковь стояла. Здесь много уникальных. Раньше было когда-то тут более птицефабрика работала. Работали тут много. А Киевы знают не только местные жители, но и многие ученые-орнитологи. Все, кто интересуется природой и экологией. Некогда на озере гнезнилась самая большая в Европе колония чаек. Для пенсионеров Ролла Емельянова Киева в первую очередь ассоциируется с хорошей рыбалкой. Тут караси, карп есть. И сейчас есть рыба. Да, то есть есть все нормально. Да, да. Зимой особенно. Да. Зимой особенно. За последние два десятка лет, как написал известный детский автор Юрий Коваль, сохлось озеро Киева. Морщины островов и заливов раскололи водное зеркало. Почти все чайки ушли на вольные места. Хотя сейчас ученые пытаются восстановить былое величие. Помогают местные жители и общественные организации. Охрана озера от браконьеров, которые заплывают на оплах средствах и нарушают гнездовья в чаек ловностях. Вот мы за этим следим, чтобы не было нарушения. Субботники устраиваем, вырубаем в ближайшие кусты, которые не нужны, которые мешают. И по всему такая наша служба. Символический танец чайки исполнили ребята из ансамбля «Радуга». Они языком танца рассказали и об основных событиях 20 века. Открытие Земского училища, появление железной дороги, сложные 30-е годы, огневые 40-е. Для верующих большим событием стало восстановление храма спаса нерукотворного образа. В 1977 году мы нашли в скиту старый колокол. А теща его взяла, перевернула, насыпла земли, посадила цветы в него. Через два дня такая к нам пришла, ну человек 15 бабушек, и говорит, нам колокол продайте. Ну что продайте? Я отвез, и мы подарили его. Вот. Наш колокол самый первый оказался. Храм спаса нерукотворного образа в Киеве построен в 17 веке. Сначала это была деревянная церковь, и лишь столетие спустя появился ныне действующий каменный храм. Ребята из воскресной школы сменили на сцене актеров камерной сцены, и также показали историческое театрализованное представление. Сегодня у нас престольный праздник, сегодня церковь воспоминает перенесение из Едесы в Константинополь образ нерукотворного Христа Спасителя. И сегодня престольный праздник, и очень радостно, что руководство города поддержало нашу идею, именно чтобы престольный праздник, как бы главный праздник на Киева, чтобы он вылился за пределы храма, потому что сегодня там было богослужение и крестный ход, и чтобы этот праздник вылился в весь микрорайон, и очень получилось, как видите, очень все достойно. Сейчас Киева – это развивающийся микрорайон, уникальный по своим природным характеристикам. У него богатая история и перспективное будущее. Екатерина Клемешева, Алексей Орлов, Александр Михайлов. Телекомпания Лобня.